Позы откровенные, вид в целомудренный. Эротик-дэнс танца на грани. Обнажать разрешается руки, ноги, живот и все. А нагрузка здесь не меньше, чем на занятиях аэробикой. Мышцы поначалу болят даже у бывших танцоров и спортсменов. Болела очень шея, потому что, во-первых, эротические движения сами по себе предполагают махи. То есть занятия все проходят с распущенными волосами. И когда девочки танцуют, занимаются, то есть это пластика постоянно, это прогибы, это волны, махи головой. От ритмичного энерджи-цепси до нежной стрип-пластики. Сегодня в этом клубе занимаются порядка 500 прекрасных дам. Перед танцами в обязательном порядке разминка, растяжка, вплоть до шпагата. Девушки разве что не делают плие у станка. Вниз 5, 6, 7, закрылись 8, правая рука смотрит в потолок. А этот инвентарь у сильного пола пробуждает вполне понятные фантазии. Хотя танцы на пилоне едва ли не вид спорта. По нему даже соревнования проводятся. В исполнении инструктора эротика превращается в акробатику. Только здесь без физических данных не справиться. В начале тренировок, когда человек еще не умеет группировать свое тело, он поднимается только на руках. То есть вес тела нужно поднять на руках. Поэтому, конечно, для пилона нужна подготовка лучше, чем для обычных танцев. Поэтому люди, которые приходят на пилон, например, и поначалу ничего не могут сделать, мы рекомендуем походить на аробные занятия, на хореографию. А после этого очень многим покоряется пилон. Вот такая крутка – это базовое движение в танцах на пилоне. Ее освоить можно буквально за одно занятие. Вот только первое ощущение – несколько болезненные. Красные руки и боюсь, что завтра будут мозоли и синяки. У большинства горожанок здесь цель одна – раскрепоститься. Комплексы обычно исчезают ко второму занятию. У инструкторов даже есть свои приметы. Если девушка смотрит в зеркало на себя, а не на тренера, значит, процесс пошел. Александра Мыльникова, Алекс Алпанов, СТС, Челябинск.